Так, а следующий доклад у нас Померанцева Екатерина, это врач-генетик, ПГТ-консультант из Genetica, компания, с которой мы работаем практически с первого дня нашего существования Генезиса, очень любим и всегда получаем необходимую помощь и поддержку. Екатерина. Добрый день! Огромное спасибо за приглашение на такое замечательное юбилейное мероприятие. Мне ужасно жаль, что я сейчас не с вами очно. Мне очень приятно на вас смотреть. Не вижу тех всех, кто в зале, вижу ведущих. Добрый день, Константин Юрьевич, добрый день, Анастасия Евгеньевна. Это были замечательные 10 лет совместной работы и я прям горжусь тем, что мы с вами вместе сделали столько всего замечательного. Мы таким семьям удалось нам помочь, которые прям вот многим оказывались не по зубам, а мы помогли им. И вы им родили детей, а мы помогли, чтобы эти дети были еще и здоровые. Но я сегодня не хочу говорить о том, что было, а хочу поговорить о том, что будет. Потому что есть одна идея, которую мы вот с Константином Юрьевичем обсуждаем пару месяцев уже. Сделать некий проект алгоритма, как вообще обследовать по генетике семейные пары с бесплодием. То, что у нас есть сейчас, выглядит уже несколько неадекватным современным диагностическим возможностям, а также современным представлением о том, что работает, а что нет. Я сегодня показываю первый проект. Это самая такая черновая версия, которую, разумеется, можно и нужно дорабатывать. И буду очень рада, если коллеги из этой клиники, да и на самом деле все остальные коллеги, подключатся к разработке такого алгоритма. Наверное, это должно быть совместной работой. Несколько общих слов. Зачем мы вообще обследуем людей, у которых есть бесплодие? Мы хотим, во-первых, если существует специфическое лечение, то его использовать. А если не существует специфического лечения, и понятно, что в этой ситуации можно только пользоваться донорскими ацитами или донорской спермой, то нужно понять, что из этого брать. Потому что иногда, когда никаких данных клинических, указывающих на то, что у конкретного партнера гометогенез нарушен, нет, генетика может нам в этом помочь. Ну и, наконец, внизу пирамиды, потому что это, на самом деле, самая большая часть, объяснение семье, почему, собственно, так произошло в их семье. Это вообще в любой генетике, как ни странно, самая объемная задача, самая реальная задача. Потому что специфическое лечение у генетических заболеваний есть редко. Такая ситуация, что по клиническим индикаторам сложность выбрать дальнейшую тактику лечения, а вот по генетике мы сразу все поняли, тоже, честно сказать, не то, чтобы часто встречается. А вот так, что семья совершенно не понимает, а за что именно нам такая судьба, и мы хотим помочь им на этот вопрос ответить, что вы ни в чем не виноваты, а просто вот так вот. Произошло, что у кого-то мутация, и в ней никто не виноват, и ее нельзя было предотвратить. Она случилась не потому, что кто-то что-то не так сделал, а просто потому, что мутации встречаются у всех и иногда попадают в те места, которые влияют на репродукцию. Эта задача самая большая, и она на самом деле лежит в основе всего этого. Предлагать тестирование, исходя из того, что сейчас мы найдем ген и изменим лечение, ну вот, к сожалению, не всегда это будет честно по отношению к пациенту. Но, с другой стороны, сказав это, я также хочу сказать, что если в нас не будет выделения каких-то отдельных нозологических единиц с понятной этиологией, патогенезом, то есть там синдром нарушений репродуктивных, связанных с мутацией ген такого-то, то лечение не появится. Всегда появляется лечение после того, как стал известен механизм, а для заболеваний, связанных с генетикой, чтобы понять механизм, надо ген найти, как правило. И у нас есть замечательные примеры из мира орфанных заболеваний, когда, условно говоря, 10 лет назад мы считали, что это заболевание не имеет специфического лечения, а сейчас мы уже даже немножечко сомневаемся, надо ли на это заболевание делать ПГТ и пренатальную диагностику, потому что часть специалистов уже говорят, а зачем их предотвращать, если они уже лечатся. Так что на самом деле лечение – это тоже вещь, которую не нужно вписывать со счетов. Еще одна проблема – это вот это вот вечное пациентское «Кто виноват?», совершенно токсичное и не способствующее улучшению лечения. Я всегда стараюсь перевести в разговоре с пациентом это все в термины «не вины», а беды, общие беды для семьи. Но сами пациенты для себя это формулируют обычно исходно именно так – «Кто из нас виноват?». И тут мы действительно можем помочь в некоторых ситуациях, особенно если это остановка в развитии после ополнотворения, понять, мужской или женский генетический вклад здесь сыграл свою роль. Проблема, которую мы также можем решить, если будем делать правильное генетическое тестирование, это то, что люди не будут заниматься всякими рациональными попытками объяснить, потому что это естественно. Если нет понятной причины, то нужно хоть что-то придумать. И поэтому одна из тоже частых, к сожалению, идей, которые высказывают люди – это, наверное, мы не совместимы. И это приводит к большим социальным проблемам, личным драмам. Это, конечно, то, с чем мы тоже хотели бы иметь возможность бороться, потому что генетической независимости не бывает. Вопросы, которые у нас пока не так уж ясны, и нам нужно понять, что с ними делать, прежде чем мы сможем какой-то алгоритм зафиксировать, финализировать. Во-первых, надо понять, с какого момента мы вообще уже интересуемся геномами не родителей, а самого эмбриона. Я предполагаю, что это четвертый день. Но тут есть простор для дискуссии. Для уточнения, есть некоторые генетические синдромы, при которых мы знаем, что мама с гомозиготной мутацией в этом гене или папа с гомозиготной мутацией в этом гене будут иметь фенотип нарушения репродукции, проявляющихся в ранней остановке развития эмбриона, независимо от того, что там у второго супруга. То есть тут важен вклад с одной стороны. С другой стороны, есть ситуации, когда остановка развития эмбриона происходит несколько позже, и мы знаем, что там должны совпасть одна мутация от мамы и одна от папы для того, чтобы этот фенотип проявился. Вот похоже, что четвертый день здесь некоторым образом является пограничным. С другой стороны, таких вот четких фенотипов, что все остановились на третий и никто не дошел до пятого, или все остановились на пятый, а на третий все было у всех хорошо, не так часто встречаются. Там, как правило, все-таки есть некоторая плавность. Значит, что еще мы не знаем точно? Мы не знаем точно, какие методы уже прям совсем пора на помойку, а какие на самом деле еще попыхтят. Моя версия, вот то, что здесь справа, это моя версия, что фрагментация ДНК, тестные челы и совместимости, тестные неслучайные эксанктивации в такой рутинной практике, уже устарели. Но, опять же, тут есть просторные дискуссии, и, наверное, разные эксперты тут не сойдутся во мнении, по крайней мере, не сразу. С другой стороны, мы знаем, что какие-то наши тесты, наверное, хорошо бы еще улучшить, увеличить их точность. Явно надо увеличивать точность по ГТА. Проблема музоицизма нам это наглядно продемонстрировала. И мало кто из не генетиков обсуждает эту тему, но вообще-то тесты на АЗТФ тоже достаточно низкоспецифичные, и там довольно много ложных сигналов, поэтому там тоже нужно некоторые улучшения, хотя это, скорее всего, очень такая регионально-специфичная история, то есть там в одной лаборатории лучше, в другой лаборатории хуже. Далее. Мы можем выделять фенотипы, такие вот клинические картины, нарушения фертильности разными способами. Есть там традиционно доганадный, постганадный тип, но я здесь написала некую свою классификацию, очень примитивную, просто по некому такому вот времени, когда наступило нарушение, от нарушения формирования пола еще в момент, когда ребенок, может быть, даже был в утробе матери, и до момента спонтанного прерывания беременности, уже наступившей. На эту классификацию фенотипов бесплодия я предлагаю наложить некую свою вот эту попытку создания алгоритма. Опять же, тоже можно менять, дополнять, можно делать более специфично, можно вот критичный этап вокруг обладотворения прямо по дням поделить, там, что происходит в день фертилизации, что происходит потом на первый, второй и так далее. Ну, это некий, опять же, чернелик. Что мы сейчас делаем при обследовании семейной пары, где есть бесплодия? Кариотип АЗТ в CFTR для мужчины, но в то же время, если мы посмотрим, а что вообще-то известно, то только моногенные формы, только нарушение сперматогенеза, то есть вот это вот то, что мы делаем рутинно, а вот это список тех генов, которые приводят только при точечных, моногенных мутациях к нарушению сперматогенеза. То есть здесь даже нету очень многих нарушений, связанных с большими хромосомными какими-то событиями. Видно плохо, я думаю. У меня, к сожалению, никакого контакта с залом, это ужасно грустно, я даже не знаю. Видно не очень хорошо, но видно, что их очень много. Да, видно, что их очень много. Вот. Еще можно вот так на них посмотреть. Видно тоже, наверное, плохо. Я, в общем, и не надеялась, что их будет видно хорошо. Это скорее некая просто иллюстрация того, что то, что вообще-то можно было бы протестировать, это огромный уже список, а не то, что мы привыкли тестировать. Надо ли этим заниматься? Это второй вопрос. Для того, чтобы посмотреть, какие есть на эту тему клинические рекомендации, я сделала некий анализ литературы, нашла несколько статей. Прямо скажем, их немного. И каких-то таких прям вот уверенных клинических рекомендаций, которые бы имели статус всем известных, доказательных, уважаемых, ну вот как-то мне не попалось. Не то, что там, я большой эксперт в таком анализе клинических рекомендаций, может быть, кто-то более качественный поиск проведет. Но вот мне мало чего удалось найти. И, собственно, тогда и возникла идея, что нам надо делать свои, раз нельзя списать чужих. Вот еще один вариант. Я не буду их разбирать деталь. Это просто как иллюстрация того, что они есть. И вот они в основном все вокруг того, что есть некие специфические фенотипы. Например, вот в этих рекомендациях конкретные фенотипы по развитию сперматозоидов описаны, что если, например, есть нарушения типа глобозооспермии, то тестируй ген такой-то. Если есть нарушения увеличенный размер головки сперматозоида, то тестируй ген такой-то. Ну, честно говоря, вот для меня это все не выглядит убедительно. Особенно прям вот у меня угнетает предложение ориентироваться на то, что была у человека история крипторхизма в выборе того, какой ген тестировать. Ну, камон, крипторхизм – это ужасно частое состояние. И, кроме того, вызывается куча разных генетических нарушений, а может быть вообще с генетикой не связано. И на то, что у человека когда-то был крипторхизм, никак нельзя, мне кажется, основывать выбор генетического теста. А вот с тем, что фармакогенетические тесты для полиморфирнов ФСХ пока рановато в клиническую практику внедрять, я, может быть, бы и согласилась. Ну, в общем, вот, по крайней мере, что можно сказать. Какие-то рекомендации есть, можно их изучать и как-то делать что-то более-менее похожее на то, что предлагают коллеги. Но коллеги предлагают не очень много. Вот это вот наиболее полный такой вот вариант, особенно мне нравится то, что он ведь красивого графичка, это, насколько я понимаю, немецкие клинические рекомендации. Я, к сожалению, не могу сказать, вот как расшифровывается эта аббревиатура AWMF, ну, то есть это явно чего-то там про ассоциацию и фертильность, но этот график с адаптацией некоторой, с изменениями некоторыми, был приведен в статье, и вот название статьи я здесь привожу. Здесь хорошо, достаточно подробно на всех этапах формирования нарушений и фертильности разобрано, где какие тесты уместны, но, прямо скажем, здесь не так много современных тестов. Здесь все-таки после того, как сделано что-то такое более-менее всем уже известное, привычное, каких-то новых типов анализов не предлагают коллеги. Ну, с другой стороны, зато это гайдлайн. Не наш, но гайдлайн. Когда думаешь о том, как бы сделать гайдлайн, основной вопрос это, есть ли у нас такие фенотипы, которые требуют отдельного теста. Дело в том, что у нас же есть тесты на все гены сразу, типа, например, полногеномного секвенирования, полноидзомного секвенирования, или с другой стороны, хромосомного микроматричного анализа. Они не очень дешевые, но очень доступные, потому что они уже почти везде есть. С другой стороны, можно сделать тест на один ген, одну мутацию, но это должен быть какой-то очень четкий фенотип. видишь сперматозоид с тремя хвостами, знаешь точно, что эта мутация генет таком. С другой стороны, это должно быть довольно частое состояние, потому что если в городе таких фенотипов, таких людей, у которых выявили три хвоста у сперматозоида, встречается не более двух в год, то делать доступную диагностику этого гена в городе смысла нет, потому что лаборатория не сможет разработать, у нее не будет контролей, а потом она разорится, потому что не будет пациентов. Поэтому вот дальше я сделаю анализ нескольких состояний, чтобы просто привести пример, как можно обсуждать, делать отдельный тест или анализировать в рамках полного генома, полного экзота. Здесь пример такой, который мне кажется одним из наиболее убедительных с точки зрения возможно того, что отдельный тест нужен, это глобузооспермия. Для глобузооспермия описано два гена хорошо, три гена описаны по животным моделям, это если смотреть с строго медицинской точки зрения, если больше с такой вот научно-исследовательской, то даже больше, на самом деле, легенов. Но, тем не менее, у нас есть статистика по выявляемости. То есть мы знаем, какую долю случаев глобузооспермия объясняют мутации в одном конкретном гене. И это большая величина, это две трети. При этом, если брать только тех пациентов, у которых стопроцентная глобузооспермия, то там вообще почти всегда одна и та же мутация. Это вот хороший пример. Очень четкий фенотип и очень высокая выявляемость при одной конкретной мутации. Соответственно, можно эту одну конкретную мутацию сделать с один конкретный тест. Насколько я знаю, пока сейчас такого теста нет, но, возможно, это было бы не бессмысленно. Хотя, с другой стороны, фенотип редкий. Есть такой еще достаточно четкий, клинический, точнее, микроскопический, видимый фенотип, как отсутствие зоны пилюцида. Просто вот ее нет. Можно ли делать какой-то отдельный тест на это состояние, на генетическую причину этого состояния? И мне кажется, что нет. Потому что, во-первых, генов несколько, но там тоже было несколько приглобоза у спермии. Но самое главное, что у нас нет пока данных по выявляемости мутации в каком гене дают какое объяснение этого фенотипа и нету какой-то одной конкретной мажорной мутации. Поэтому тут уже выглядит так, как будто проще делать экзон в случае, если есть заинтересованность в том, чтобы найти причину. Отсутствие оплодотворения. Тоже такой достаточно четкий фенотип. А ациты выглядят нормально, но не оплодотворяются. Вот описан ген, который у некоторых семей четко объясняет, что все те родственники, у которых у мазигот по мутации, женщины имеют вот этот вот фенотип и хаоциты невозможно оплодотворить. С другой стороны, в другой семье с мутациями в том же самом гене немножко другой фенотип. Там небольшая доля оплодотворяется, но останавливается на очень ранних стадиях двух-четырех клеток. Однако нету мажорной мутации, нету данных по выявляемости, генов несколько, мне кажется, что не оправдан. Отдельный тест. остановка в развитии на ранних этапах на третий день в среднем тоже есть такой вот отдельный ген, и это мамины мутации, то есть вот женщина является носительницей, здоровой в остальном носительницей двух мутаций или одной гумазиготной мутации в гене, и независимо от того, какую сперму там брать, эмбрионы будут останавливаться в развитии где-то примерно на третий день. Но там не очень четкий фенотип, там могут быть эмбрионы, которые останавливаются в развитии и позже, и бластоцисты тоже получали, правда, они потом не приживались. Генов несколько, данных по выявляемости нет, одной какой-то конкретной мутации нет, отдельный тест, мне кажется, тут тоже нет смысла делать. А вот, например, для отсутствия симвозносящих протоков тест уже есть, его надо использовать, потому что он существует, он недорогой, он доступный, а самое главное, потому что это CFTR, а CFTR риск рождения ребенка с муковисцидозом, то есть там мы уже думаем не только про нарушение эффективности в паре и преодоление его, но и про то, какой ребенок родится, нам нужно вовремя выявить этот риск. Что семья захочет с ним делать, с учетом того, что муковисцидоз вроде как уже учится лечить, это вопрос второй, может они согласятся рискнуть, но по крайней мере выявить этот риск наша обязанность. И по той же самой логике определение числа повторов гений FMR1, когда мы не имеем особо специфического фенотипа, это просто ранее недостаточности яичников, и понятно, что FMR1 не единственный механизм, но у нас есть этот тест, он доступный, он недорогой, и самое главное, что помимо объяснения вот этого состояния у женщины с яичниками, он еще и важен с точки зрения предотвращения рождения ребенка с синдромом ломкой кс-хромосомы, синдромом Мартина Белл, это очень важная патология, потому что одна из самых частых причин нарушения развития интеллекта и аутизма у мальчиков. В общем, в целом, когда алгоритмы мы будем писать, а я думаю, мы все-таки будем это со временем делать, это мы смотрим, насколько уже существуют тесты хорошие, доступные, точные, есть ли у нас уже сейчас вероятность какого-то специфического лечения, если есть вероятность специфического лечения, то тест больше нужен, есть ли вероятность, что у нас будет уточнен прогноз, ну вот как у всех такой знакомый пример это АЗТФ, если нашли определенные индивенции, то эффективность теза низкая, нет смысла прибегать к этой процедуре. Учитываем мы также риски других заболеваний у детей, обязательно мы учитываем выявляемость при помощи теста, потому что замечательный и точный тест, но мы знаем, что он объяснит фенотип у одного пациента из ста, ну, такое себе решение. И еще такая чисто лабораторная техническая проблема это насколько тесты взаимозаменяемы, потому что иногда мы, может, и хотели бы сделать один универсальный тест на все и все выявлять при помощи генома Энзома или ХМА. Но нам нечем заменить кариотип, потому что именно кариотип выявляет несбалансированные транслокации, и мы их потом, если кариотип не сделаем, не увидим уже нигде. Экспансию повторов гений ФМАР-1 мы тоже не увидим нигде, если мы не сделаем этот отдельный тест. Поэтому это тоже надо учитывать. Ну, и, соответственно, вот текущее состояние проекта, то, что я набросала, исходя из прочитанных статей никаких своих соображений и своего опыта. В случае нарушения формирования пола мы делаем кариотип СРВИ, мы здесь, я говорю про репродуктологов, гинекологов, специалистов ЭКО. Если там очевидная причина не выявлена, то надо направлять генетику, потому что причин нарушения формирования пола множество, там довольно сложные диагностические кучи, я бы не рекомендовала репродуктологам, гинекологам, андрологам это делать самостоятельно. Мне кажется, что вот это заслуживает консультации генетик прямо сразу после того, как кариотип и СРВИ посмотрев. Между прочим, во всех остальных случаях, если вы обратите внимание, в разделе что потом, консультации генетика нет. Ну, то есть все остальное предлагается делать вам. Я понимаю, что это может быть очень непривычно, но мне просто кажется, что вот уже по результатам того, что здесь идет во второй графе, консультация генетика понадобится, а до этого может даже и нет. Хотя претестовое консультирование всегда полезное и там мы, конечно, не про ограничения метода и про то, что может ничего не получиться, обязательно пациенту расскажем. Но генетик тут больше для того, чтобы отговорить, а не для того, чтобы выбрать. Итак, нарушение формирования пола кариотипа сыроя и потом генетик, нарушение мужского гаметогенеза, очень многообразный фенотип. И тут в зависимости от известных вам понятных клинических фенотипов кариотип, выявление мутации в гене муковицидоза, может быть выявление мутации в гене андрогенового рецептора, хотя про него кстати я не уверена, опять же тут просторка дискуссии, мутации делеция в ЭЗТФ, если ничего из этого не найдено, то вероятно экзом партнера, либо при глобозе у сперми, если появится отдельный тест, может быть вот эту вот делецию имеет смысл смотреть до того, как экзом партнеру делать. Нарушение женского гаметогенеза, сначала кариотип и определение числа повторов в ФМР1, если ничего не найдено, то опять же экзом женщины. Здесь я сделаю небольшую ремарку, почему экзом, а не геном. Генетических причин нарушения репродукции ужасно много, геном. И новые появляются постоянно. Если это какой-то такой вот сеттинг научного исследования, геном оправдан, и может быть мы будем таким образом находить новые гены, новые причины генетического бесплодия. Но, если это клинический сеттинг, то есть это все делается по желанию пациента и за счет пациента, то геном в два раза дороже, а выявляемость у него будет больше процентов на 5, поэтому, мне кажется, он себя в этом смысле не оправдывает. Хотя, опять же, если пациент говорит, что я хочу максимум деньги, не ограничения, то и геном вполне. При нарушении оплодотворения, значит, если здесь есть патология формирования зоны пилюцида, то мы сначала предлагаем экзон самой пациентке, а если такой конкретной патологии зоны пилюцида нет, то сначала экзон пациентке, а потом партнеру, потому что много других фенотипов, помимо мутации в белках зоны пилюцида, которые могут к этому нарушению приводить. Дальше, когда мы уже говорим про сами эмбрионы, то все уже начинается с ПГТА. Если у нас есть остановка на стадии дорабления, остановка на стадии формирования бластоциста, если у нас есть нарушение имплантации, повторные попытки без имплантации, мы всегда делаем сначала ПГТА. А дальше, если ПГТА показывает норму, то есть все эмбрионы нормальные по числу хромосом, но тем не менее все встали на второй-третий день, то можно сделать экзом пациентки, а если опять же все эмбрионы нормальные и уплоидные, но встали на пятый день, то тут уже нужно экзом обоим родителям, потому что это скорее всего уже не изолированный вклад материнского генома, а некая комбинация со стороны мутации мамы и папы. Может быть здесь было бы хорошо экзом самого эмбриона сделать, но к сожалению точность его пока настолько низкая, что к экзому эмбриона мы переходим только когда уже есть какая-то беременность и уже достаточно большой объем клеток доступен для тестирования, вот если спонтанное переживание беременности, то сначала имеет смысл делать хромосомный микроматричный анализ, если он ничего не выявил, то можно делать экзом эмбрион. Значит, что это за картина в целом? Это картина того, что можно обсуждать с пациентом с точки зрения возможностей генетической диагности, не необходимости. Вот все, что в географии, что потом, это то, что не факт, что принесет пользу конкретному пациенту. Может быть, здесь больше научной интересы. Но возвращаясь к нашей пироги. Извините, у нас тайминг уже совсем. Это последний слайд. Возвращаясь к нашей пирамиде, иногда пациенту нужен ответ на вопрос, почему это с нами случилось, и вот тогда то, что в географии, какие тесты делать во вторую очередь, может быть полезно. Все, это правда, был последний слайд. Спасибо за внимание.